20 минут о красивой жизни, позитивных явлениях и приятных людях. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте! В рамках Южноуральской книжной ярмарки мероприятий столько, что они уже не умещаются в стенах публичной библиотеки. За несколько дней до основной части в киноцентре Герасимова челябинцам показали документальные фильмы, снятые на кинопленку. Но чтение это безусловно интеллектуальный досуг. И на книжной ярмарке все любители чтения смогут в огромном количестве увидеть и даже приобрести новые книги. У нас будет представлено более 30 издательств и книжных магазинов. Это публичные лекции, это мастер-классы, будут представлены две новые художественные выставки и дискуссионные площадки. Очень много журналистики будет. Организаторы книжной ярмарки исходят из того, что литература объединяет все искусства вокруг себя, в том числе и кино. Поэтому идея вывести ярмарку за стены библиотеки, она родилась практически сразу. И первое, куда мы направили свои стопы и ведем туда наших читателей, это кино. Кинофонд наш и кинотеатр «Знамя», где на этой неделе будут показаны как документальные фильмы, исторические, на пленке, так и очень свежие, художественные, увлекательные фильмы, основанные на литературных произведениях современной российской литературе. Ну, я всегда за то, чтобы читать. Потому что, когда ты сам читаешь книгу, ты сам представляешь и сюжет, и актеров, и местность, и все, как описывает автор. То есть ты здесь напрямую с автором книги взаимодействуешь. Что касается фильмов, то здесь, естественно, идет авторское, режиссерское, сценарное видение. И здесь у тебя уже навязывают образы, видеоряд, территорию, площадь, где там снимается. А что касается старых фильмов, в фильмах на пленке, это, безусловно, азы всего. Ну, и отсюда... То есть фильмы эти нужно смотреть. Если есть такая возможность, такая возможность, благодаря нам она существует, в грехе и не воспользоваться. Сегодня будет сразу два небольших фильма. Один называется «Живой Маяковский», второй «Чуковского», посвящен Корнею Чуковскому. И отличительная особенность и этих двух фильмов, и двух, которые мы покажем завтра-послезавтра, это то, что в каждом из них звучит живой голос героев. Есть возможность услышать, как звучит голос Маяковского, Чуковского, Анны Ахматовой, Бориса Пастернака. Мне кажется, это очень волнительно. И есть такой наряд ретро правильного. 5-6 октября мы ждем всех в Челябинской областной универсальной научной библиотеке на Южноуральскую книжную ярмарку. Ярмарка начнет свою работу 5 октября в 11.00. Полной программой ярмарки можно познакомиться на сайте Челори Клип, Челябинской областной универсальной научной библиотеки. То, что в наше время важно хорошо и стильно выглядеть, это уже не вызывает вопросов. А вопрос в другом. Касается это не только людей, но и животных. Ну а если есть какие-то визуальные компоненты, значит существуют и определенные тенденции. Как раз о них пойдет речь в следующем сюжете. В ряду спортивных событий этой осени Кубок губернатора по конному спорту занимает особое место. Этот вид считается летним, но соревнования вне сезона для спортсменов также важны. Очень важно в этих турнирах получить звание кандидата в мастера спорта. А для опытных спортсменов, конечно, получить оценки, это по выиске, еще раз повторюсь, и комментарии очень важны над теми проблемами и ошибками, которыми дальше работать, чтобы уже принять участие на чемпионатах России, на первенцах России. Это очень важно в зимний период именно участвовать, в осенний период, в таких турнирах, чтобы правильно подойти к летнему периоду. В этот раз мы постарались пригласить титулованную и судейскую бригаду. К нам приедет судья всероссийской категории, Питала Игорь Кимович, Печинкина Мария Александровна из города Москва. И эти два человека очень значимы для всех российских турниров, потому что Игорь Кимович – это человек, который очень грамотно выставляет барьеры, курс-дизайнер соревнований именно по конкуру. И вот в этом году он согласился к нам приехать, и мы его ждем. Кубок губернатора будет проходить в двух дисциплинах – выездка, изящная верховая езда, и конкур – преодоление дистанции с различными препятствиями. Конкур и выездка – это виды, олимпийские виды конного спорта, классические виды. И в каждой программе пара спортсмен и лошадь, конечно, это разное, потому что не все войсковые кони могут так прыгать, как конкурные, и не все конкурные лошади могут показывать свое мастерство по выездке. Хотя выездка… Светлана Дубовик – президент региональной федерации конного спорта и старший тренер клуба «Рифей». К предстоящему турниру готовят своих воспитанников. Лошадь должна подчиняться всаднику, то есть она должна его уважать, она должна его слушать. То есть всадник, он должен быть как бы вожжиком для лошади. То есть если лошадь чего-то боится, всадник ей там своими действиями, голосовыми какими-то средствами, основными средствами управления подсказывает, что не бойся, не страшно, здесь все хорошо, мы пройдем и дальше поедем. Бывает, что лошади боятся, но они должны слышать всадника. И судья, конечно, должен оценивать первое – это ритм лошади. То, что он смотрит, чтобы у лошади были все три аллюра правильнее. Далее мы смотрим раскрепощение, контакт. То есть там по этой шкале мы ставим эту градацию. Наша дисциплина будет выездка. Выездка, да. Мы будем принимать участие по программам малого круга вместе с этим партнером. Вот. Его зовут Тристан. Очень непоседа, непоседа большой. Но ему нравится выступать, и эту его энергию она очень выручает на соревнованиях, потому что он проявляет харизму, такой артистизм, что очень ценится в нашем виде спорта. Сингар, он адекватный, спокойный, то есть он такой терпеливый. Вот вы как видели, там Тристан к нему пристает, он стоит, терпит. Он по бороде кустанатский, такой выдержанный, спокойный, адекватный. Он любит его, когда чистит, гладит, угощает. Я всегда замечаю, то есть лошадь напряжена, она сопротивляется. Высоких оценок эта пара не получит, потому что судья должен увидеть на маниже ту грацию, ту элегантность. Конный спорт невероятно красивый и зрелищный. Кроме технической части здесь оценивается внешний вид и лошади, и всадника. Правилами соревнований регламентируются специально форму одежды как для всадника, так и для лошади. Там прописано о том, что грива должна быть аккуратно заплетена. В разные эпохи, в разное время были модны различные прически. Да, то есть, конечно, мы стараемся, чтобы было очень красиво все на соревнованиях. Единственное требование, чтобы вся амуниция для выступлений была подогнана под лошадь, была комфортна для лошади. То есть, надо несколько тренировок потратить, чтобы ее разносить. Борьба за кубок губернатора будет интересна не только поклонникам конного спорта. Организаторы турнира обещают торжественную и яркую церемонию открытия с участием оркестра, танцевального коллектива и выступлением лучших наездников нашего региона. Продолжение следует... Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Теперь она не только пишет стихи, но и песни. За тот год, что челябинцы не виделись с Юлией Соломоновой, в ее творчестве произошли изменения. Одна песня уже вышла. Композитор Олег Паков исполняет Татьяну Буланову. Причем в детстве Татьяна Буланова была моя любимая певицей. У меня была кассета с двух сторон, записанная песней «Только ты». Я могла ее слушать просто бесконечно. Одна сторона заканчивалась, я переворачиваю, у меня там еще целая сторона. Это мы сейчас можем на репит поставить. Тогда технологии были другие. И поэтому я, конечно, счастлива, что моя любимая певица детства исполнила песню на мои стихи. Мы ждем. Ждем ее на всех радиостанциях. Она называется «Прости мне не проститься». Это очень грустная песня. Но музыка не грустная, музыка такая, клубная. В наш век социальных сетей поэту проще выйти на читательскую аудиторию. Не надо проходить худ-советы или договариваться с издателями. Да, легко, наверное, проснуться знаменитым. Держать популярность, тяжелее. Да, да. Сохранить свой популярный контент – это сложнее всего. Можно выстрелить один раз. Нужно же остаться в истории. Вы знаете, совсем не проще, чем раньше. Всегда было одинаково. Просто раньше были литературные журналы. Нужно было напечататься в литературном журнале. Вот ты напечатался и уже стал известным. А сейчас нужно не просто выложить стихи в интернет. Нужно, чтобы все-таки прочитали эти тысячи. И для того, чтобы это произошло, нужно не одни стихи выложить, а очень много стихов. И главное, не нужно ждать. Вот я сейчас выложу эти свои стихи, они у меня гениальные, и прославлюсь. Нет, так не бывает. Нужно писать. В первую очередь это, наверное, творчество, а во вторую очередь уже слава. Иногда ее не бывает, иногда она бывает. Ну и главное, что когда спрашивают, а вы чувствуете славу, ее ты не чувствуешь. Это вот если раз, и ты чувствуешь запреподнятое настроение, как от шампанского. Такого нет, наоборот. Ответственность повышается. Чем больше человек тебя читает, тем выше ответственность. Знаете, честно скажу, сейчас в последнее время практически не читаю, как всегда, работа, работа, дети. Поэтому с удовольствием хожу на такие мероприятия, хоть где-то можно приобщиться. Для современного поэта важно быть актуальным и мгновенно реагировать на происходящее в обществе изменения. Мне нравится писать на новые темы. Я же современный поэт. Любовь – это, конечно, вечная тема, но даже в любви есть новое. Это общение людей через интернет, через социальные сети. Вот Тиндер, например. Вы знаете, что такое Тиндер? Я недавно узнала, меня это поразило, что сейчас есть этот Тиндер. И я даже его тут же вставила в стихи. Как только я узнаю что-то новое или мне удается сформулировать какие-то новые нравы, я обязательно об этом пишу стихи. Поэтому у меня очень современные стихи. Поэт – это, конечно, отражение эпохи. Почему? Потому что его стихи – это ответ на реальность. В стихотворениях Юли можно действительно найти что-то смешное, что творится сейчас с женщинами, в том числе с отношениями между мужчиной и женщиной. Можно найти какую-то боль, которая происходит сейчас в мире, в стране, в душе каждого человека. И это и есть свидетельство того, что да, это зеркало. Ее стихи очень прямолинейные, живые, современные. И так манят их слушать и слушать еще. Я очень скользь знакома, и поэтому я сегодня именно хочу сделать вывод какой-то такой, ну, общий. Литературный квартирник сегодня – это не посиделки с гитарой на кухне. Это настоящее светское событие. Спектакль на малой сцене, спектакль на большой сцене и спектакль в ресторане – это абсолютно разные спектакли. Вот сейчас у нас не спектакль на малой сцене, у нас спектакль в ресторане. Это светский раут. Все придут выпить шампанского, показать свои наряды. То есть это бал. Бал. А я такой придворный. Придворная поэтесса. Держись. Это еще начало. А впереди вся жизнь. Это «Бьюти Тайм» – программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Проект «Танцуй в компании» – соревнование команд челябинских фирм и организаций – объявило в старте второго сезона. Архитекторы, врачи, дизайнеры, общественные деятели и даже сотрудники городской администрации. Диапазон профессий довольно широкий. Среди участников нет профессиональных танцоров, но люди опытные встречаются. Например, у нас Елена, она долгое время жила в Доминикане. И вот бачат – это прямо у нее в крови. Виолетта у нас занималась народными танцами. Поэтому я немножко занималась латиноамериканской программой, спала, училась. В общем, мы все понемножку где-то, поэтому для нас это такое близкое, родное. У нас танцоров нет профессиональных. Это все любители. Притом наш возраст весьма не шашнадцать. Поэтому, как бы, не знаю, поборемся, посмотрим, на что мы еще годны. Танцы – это то, что я люблю на самом деле, то, чем я занималась когда-то в детстве. Сейчас, конечно, в основном живопись, но я с удовольствием всегда иду на любые авантюры. И люблю танцевать просто. Почему нет? В этом году мы изменили тематику шоу-номеров. Если в прошлом году это было просто направление – вестерн, балет, что-то, то в этом году мы усложнили задачу. А с другой стороны, простор для фантазии больше – тема фильмов популярных. Ну вот посмотрим, как будет изображать либо фильм «Титаник», либо фильм «Иван Иванович меняет профессию». Я сама этот сериал не видела, но очень много наслышанно о нем. «Секс в большом городе». Я думаю, что там очень много вариантов, чтобы составить какую-то хореографию, которая может быть выигрышной и порадует публику. У нас бриллиантовая рука, у нас прекрасный преподаватель. Я думаю, что получится что-то веселое. Пересмотрим фильм. Хотелось бы какую-то женскую тему, что-то «Show Girls» там. По-моему, есть же такая рука, да? Ну, чтобы они проявили себя, потому что это фан, чтобы им было весело. На подготовку шоу-номера у команд чуть больше месяца. Финал проекта состоится в ноябре. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска. На Кирово, 159. Студия красоты «Гуфа». Подготовим к работе и празднику за один час. «Гуфа». Работаем для вас достойно и доступно. Телефон 266-400. Все сюжеты «Бьюти Тайм» в любой момент можно увидеть на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу «Бьюти Тайм», нижняя подчеркиваю, не ТВ. А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда «Бьюти Тайм ТВ» благодарит партнеров проекта «Модный дом Я», студию макияжа «Френды» и мидж-студию Елены Ивановой. Команда «Бьюти Тайм»